Адлерский пляж Чайка станет шире. Сегодня там демонтировали самовольно построенные террасы-кафе. В Сочи будут активно бороться с алкогольной зависимостью. Профилактикой на курорте занимается новое управление мэрии. В Сочи весну встретили танцами. Перед ритмами не смог устоять и Владимир Жириновский. 18 команд из 11 стран вооружились щетками. В Сочи стартовал чемпионат мира по керлингу среди слабослушающих. Кадровые перестановки. Глава Усть-Селобинского района покидает свой пост. Сергей Батурин написал заявление об уходе по собственному желанию. О принятом решении он сегодня сообщил губернатору Краснодарского края. Вениамин Кондратьев поблагодарил Батурина за двухлетнюю работу. За это время Усть-Селобинский район смог добиться профицитного бюджета. Однако новому руководителю, которого выберут депутаты муниципального совета, придется решать проблемы в области медицины, состояния дорог и низкого уровня газификации. Обязанности главы Усть-Селобинского района сейчас исполняет Сергей Смирнов, ранее занимавший должность заместителя руководителя. Суды края отказали в узаконивании порядка двух тысяч самостроев. Служители Фемиды подвели итоги своей работы. Участие в совещании принял и глава региона Вениамин Кондратьев. Одной из центральных тем обсуждения стала борьба с самовольно возведенными зданиями. Сегодня удалось остановить волну хаотичной застройки, однако полностью проблема еще не решена. Активно продолжена работа в прошлом году по борьбе с самовольным строительством на территории Краснодарского края. В целом суды края не допускают ошибок при рассмотрении дел указанной категории, принимают решение о сносе постройки, установив, что объекты возведены с нарушением требований, установленных генеральным планом, правилами землепользования и застройки. Вы уже около 1700 отказов дали на ввод эксплуатации самовольных строений. Это не должно быть такой акции. Вот здесь должна быть принципиальная позиция общая, что больше самостроем в нашем крае нет места. Весь музыкальный микрорайон узаконен судебными решениями. Коллеги, вы же тоже должны быть последовательны. В одном производстве слушается дело о том, чтобы признать его самостроем или нет, а в других производствах признаются права физических лиц на квартиры, еще они там регистрируются. И как потом главе местного самоправления или судебным приставам снести этот доктор? Вы знаете, мы не остановим до тех пор, пока судья, которые принимают такие решения, будут оставаться судьями. Венемин Кондратьев призвал суды и края занять принципиальную позицию в отношении тех, кто трудоустраивает нелегальных мигрантов. Сегодня в регион прибыли на заработки 65 тысяч иностранцев. Из них 26 тысяч так и не получили патенты. Есть организаторы трудовой деятельности мигрантов. Они у нас почему-то выпадают из правовой оценки. Я здесь ко всем коллегам обращаюсь, которые сидят, в том числе и президиуме. Просто так трудовой мигрант не приедет. Где-то есть работодатель. Работодатель должен, коллеги, нести ответственность за то, что он где-то приютил вот этих нелегальных трудовых мигрантов. Именно от судебных решений зачастую зависит настроение в обществе. Ведь за каждым делом судьбы конкретных людей, напомнил глава региона. И от непревзятости судей растет доверие в целом к власти. Люди, поверьте, они не делят власть на судебную, исполнительную, законодательную. Для них власть, она по большому счету одна. И когда они обращаются в суд, они обращаются за справедливость. Все в этом зале сидящие люди. Люди, которые просто находятся в статусах судей. Я надеюсь, что не все же вы ездите все-таки на дорогих автомобилях с затонированными стеклами. И реально видите, какая вокруг жизнь. Поэтому закон должен быть для всех един. Невзирая на должность, на социальный статус. И я надеюсь, что эта фраза «теперь правосудие мне по карману» она существует только в фильме. Всего же за минувший год суды Край рассмотрели 30 тысяч уголовных дел. Отличившимся сотрудникам ведомства Вениамин Кондратьев вручил почетные грамоты и благодарности. Атлерский пляж Чайка станет шире и уютнее. Сегодня там демонтировали уличные кафе. Точнее, террасы, которые были построены самовольно. Отдых у моря – это то, ради чего, собственно, тысячи отдыхающих едут на юг. И, конечно же, ряд благоустроенных городских пляжей уже в прошлом году были отмечены гостями побережья. Теперь и в Адлерском районе пляжная территория будет к активному сезону значительно изменена. Одно из пожеланий отдыхающих – это надо освободить море, сделать шире пляжи, благоустроить пляжи. И те объекты, которые еще были построены в 90-х годах, которые не имеют документы, конечно, они должны быть убраны согласно закону. В свое время предприниматели взяли эти муниципальные участки с гидротехническими сооружениями в аренду, но без права размещения на них торговых объектов. Обязательства нарушили. Теперь сами же участвуют в демонтаже. Одни еще осенью убрали свои постройки, инвентарь, другие – только сегодня. Когда было принято решение все это снести в октябре месяце, за три дня весь верхнюю конструкцию я снес за три дня и доложил замглава администрации в Адлере. Далее сказал, если будет решение принято снести до гальки, я сам лично снесу. В первую очередь адлерские пляжи расширятся, увеличится и прогулочная зона. Адлерцы с нетерпением ждут обновления. Конечно, мы за то, чтобы благоустроить набережную, с детками погулять, самим прогуляться, замечательно будет. Мы рады. В рамках федерального закона в первой водоохранной зоне запрещена торговля. Благоустройство пляжей городские власти уделяют особое внимание. Их отсыпка продолжится и дальше. А перед открытием летнего сезона комиссии во всех районах Сочи еще раз проверят благоустройство и безопасность пляжей. В ЛАО накануне сгорели эллинги. Пожар произошел в районе улицы Азовска рядом с вокзалом. Возгорание началось в половине шестого вечера. На помощь пожарным прибыли и спасатели. Вместе с ними вскрывали двери, обследовали помещения. Пострадавших не обнаружено. Выгорело семь гостиничных номеров. Полностью потушить пожар удалось только к девяти часам вечера. Турагенты России соберутся на конгресс в Сочи. Он пройдет на курорте с 9 по 12 апреля. На втором всероссийском турагентском конгрессе планируется обсудить актуальные на сегодняшний день темы для всего туристического сообщества. Это и работа в условиях нового законодательства, появление у клиентов электронных путевок, борьба с демпингом, целесообразность и эффективность промо-тарифов, изменение агентской комиссии. Особое внимание специалисты уделят бизнес-этике во взаимоотношениях клиента и турагентств, туроператоров. Немаловажным вопросом является и подготовка квалифицированных кадров для туриндустрии. В рамках основной сессии состоится пленарное заседание, по окончании которого начнут работу специальные дискуссионные площадки, тематические круглые столы. Впервые всероссийский турагентский конгресс состоялся в апреле прошлого года. На мероприятии собрались 396 участников из более чем 30 городов России, сообщает пресс-служба Ростуризма. К другим новостям. В Сочи будут активно бороться с алкогольной зависимостью, профилактикой употребления спиртных напитков, табакокурения и других наркотических средств. На курорте занимается новое управление мэрией. Накануне прошло первое совещание, где были определены задачи и намечены планы. Подробности у Татьяны Говорковой. Проверки торговых точек, изъятие нелицензированного спиртного, запрет на реализацию алкогольной продукции в ночные часы. Все эти и другие меры, проводимые на курорте, безусловно, дают свои результаты. Но в проблеме алкоголизации населения нужно искать также источники и причины этого явления. Реализацией этой задачи в городе занимается недавно созданная при мэрии управления. Мы дадим старт новому этапу нашей с вами работы с населением. Мы должны нацелиться прежде всего на работу с людьми, которые стоят на начальном этапе злоупотребления алкоголем. В этой работе нужны современные технологии, методики убеждения, визуальные мотиваторы. К сожалению, в наших семьях принято любое радостное событие или событие печальное, скорбное сопровождать употреблением спиртного. И действительно, многие люди не задумываются, что такие традиции могут привести к негативным последствиям. Родители не осознают, что, предлагая детям чокнуться бокалами, они таким образом разрешают им употребление алкоголя. Это вывод экспертов. Именно поэтому проблема употребления спиртных напитков в нашей стране стоит гораздо острее, чем проблема наркомании. Практически 5000 зависимых лиц, которые состоят на учетах в наркологическом диспансере Сочи, каждый четвертый состоит синдром зависимости от алкоголя. То есть, в принципе, эта проблема, она зачастую, может быть, замалчивается, но на самом деле она действительно имеет очень глубокие корни. А корни эти уходят в далекий 14 век. Впервые в Россию спирт привезли генуэзские купцы. Чужеземный продукт нашим народом тогда был признан невозможным к употреблению. Но чтобы сбыть товар, иностранные торговцы начали его продавать под видом целебного настоя. Таким образом, уже к началу 19 века уровень употребления алкоголя вырос до 4 литров в год на душу населения. На данный момент это уже порядка 15 литров. Снизить такие показатели в России задача в том числе и Международной академии трезвости, а Сочинское управление по профилактической работе с населением намерено не допускать появления новых людей с зависимостью. Для этого в образовательных учреждениях города будут проходить тематические беседы со школьниками и транслироваться фильмы, созданные в рамках проекта Российского министерства образования и науки. Также запланированы практические занятия по укреплению здорового образа жизни. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Проводить время весело можно и без алкоголя. Это доказали участники танцевального флэш-моба. Таким образом, сочинцы встретили весну. Акция прошла в субботу в одном из крупных торгово-развлекательных центров. Участие в ней приняли не только молодые танцоры, но и депутат Госдумы. Зажигательные танцы собрали целую толку людей. Ребята демонстрировали разные стили и направления. Аплодировал молодым танцорам и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Больше всего политику понравился брейк-данс. Сам депутат Госдумы в пляс не пустился, но стал активно приглашать зрителей. Те же не упустили возможность сделать селфи с известным политиком и взять у него автограф. Владимир Жириновский отметил, весь народ России должен брать пример с Сочи. Владимир Вольфович также отметил, что Сочи очень красиво. город и рекомендовал каждому россиянину хоть раз посетить его. К слову, такие танцевальные флеш-мобы пройдут во всех городах России. Битва хоров началась сегодня в Сочи. Соревноваться в вокальном мастерстве школьники будут целую неделю. За это время на сцену актового зала гимназии номер 15 выйдет 43 хора. Началась битва хоров в начальной школе. Сегодня свои песенные заготовки членам жюри продемонстрировали учащиеся первых-четвертых классов. Запеть пришлось и родителям. Поддерживали малышей на сцене, мамы с папами и, конечно же, сами учителя. Фестиваль «Единая гимназия и единая страна» в 15-й гимназии решили сделать традиционным, а вдохновили коллектив на проведение такого мероприятия «Всемерные хоровые игры», которые состоялись в Сочи в прошлом году. Песни патриотические, песни разные, песни о доме, песни о семье, песни о школе. И это очень приятно. А самое главное – это сплачивает и объединяет детей, родителей и педагогов. Пойте с нами, пойте лучше нас. Песни из окон 15-й гимназии будут доноситься целую неделю. За это время здесь споют все ученики с 1-го по 11-й класс. В целом это 43 хора. Судя по началу, победителей в битве может и не быть. На уровне как и само вокальное мастерство, так и постановка номеров отмечают члены жюри. Победит, конечно же, дружба, а в виде поощрения предусмотрены туристические поездки. Активно, инициативно и деятельно сегодня было и во дворе 15-й гимназии. В честь Международного женского дня сегодня здесь создали клумбу из роз. Чести высадить цветы удостоились ученики 1-х, 9-х и 11-х классов. Коллектив гимназии призывает к ним присоединиться и озеленять город Сочи. Те цветы, которые мы срезаем и которые дарим родителям в год экологии, ну как-то совсем это не камельфо. Поэтому мы решили подарить мамам живые цветы, у которых можно всегда фотографироваться. Совсем скоро в 15-й гимназии пройдет очередное мероприятие, теперь уже посвященное Дню Победы. 4 мая здесь состоится смотр строя и песни. Гостей ждет военно-полевая кухня, а ребят общение с настоящими спецназовцами. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Профессиональный мир женщины представил Сочинский центр занятости населения. Традиционная ярмарка вакансий, приуроченная к Международному женскому дню, собрала больше сотни работодателей и соискателей. Акция службы занятости населения проходит по всему Краснодарскому краю. 2 и 3 марта с вакансиями ознакомились жители Лазаревского и Адлерского районов. Накануне ярмарка вакансий прошла в Хосте, а сегодня два десятка работодателей представили широкий выбор должностей в центре курорта. В основном это вакансии в санаторно-курортной отрасли и здравоохранении. Вакансии у нас и горничные, стюарды, уборщики, всевозможные медсестры, врачи, санитарочки. На любой вкус, хотя ярмарка вакансий у нас для женщин, но точно так же и много мужчин, и вакансии представлены также и для мужчин. Это Федеральная служба охраны на Кавказе, станция скорой помощи, которая предлагает водителей. На ярмарке вакансий присутствовали руководители и специалисты кадровых служб предприятий. Им можно было не только задать вопросы, но и сразу пройти собеседование. Кроме того, соискатели получили информацию о возможности переобучения и повышения квалификации, узнали о дополнительных мероприятиях и программах. Эти и другие услуги бесплатно предоставляет Сочинский центр занятости населения. А в Международном инновационном университете в преддверии 8 марта состоялся праздничный концерт, который так и назвали Международный женский день. На главную сцену вуза вышли сами студенты. Как известно, студенты Международного инновационного университета, развитые разносторонне, успевают и наукой заниматься, и демонстрировать свои творческие таланты. Вот и в честь Международного женского дня ребята решили своими силами создать в вузе праздничную атмосферу. Поздравляю всех преподавателей, студентов, милых дам с наступающим 8 марта. Желаю крепкого здоровья, большой любви и безграничного счастья. Также, как выпускник Международного инновационного университета, хочу поблагодарить ректора и весь преподавательский состав за вклад и развитие нашего вуза. Сильная половина Международного инновационного университета своих дам поздравила стоя бурными аплодисментами. А еще мужчины сегодня громко барабанили, танцевали и пели. Проявили свои способности сегодня и сами виновницы торжества. Студентки отмечают, что университет им не только помогает стать специалистами. Здесь они обучаются ораторскому мастерству, умению вести диалог, ну а возможность выступать на сцене придает ребятам еще больше уверенности. Конечно, в первую очередь это подарки для наших преподавателей, потому что они делают из нас специалистов. Без них мы никто. И поэтому, в первую очередь, хочется, чтобы именно у них в этот день сложилось приятное впечатление, и они улыбнулись, и были горды за такой состав студентов. Международный инновационный университет позволяет каждому студенту развиваться как таланту. То есть, в этом плане я очень полюбила этот университет. В завершении праздника улыбок, комплиментов и цветов – песня про любовь от университетской группы «Облако-19». Любовь, любовь, издается твоя весна. Любовь, любовь, неужели схожу с ума. Любовь, любовь, мне такое и нет весна. В целом мире, лишь ты одна. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи открылся чемпионат мира по керлингу среди глухих спортсменов. Он проводится уже в третий раз и впервые в Сочи. А для наших спортсменов арена «Ледяной Куб» почти родная. Здесь тренируются и женская, и мужская российская сборные глухих. Правила все те же, да и боевой настрой, как у олимпийских спортсменов. Опять сюда, в Сочи, приехали глухие спортсмены со всего мира исключительно за победой. В ходе соревнований будет разыграно два комплекта наград среди мужских и женских команд. Спортсмены, конечно, даже что три года назад, что сейчас, практически все спортсмены удивляются от Сочи. Конечно, вызывают восхищение Олимпийский парк, да и сам климат Сочи. В общем, все, конечно, довольны. Очень довольны. 18 команд из 11 стран мира. Сегодня на ледовых дорожках – Польша, Швейцария, Россия, Япония, Канада, Корея и Украина. В день проходит по три тура. Возрастных ограничений нет. Участвуют в международных соревнованиях даже целыми семьями. Интерес к керлингу с каждым разом только возрастает. Вы знаете, чемпионат мира третий по счету. Первый чемпионат мира проводился в Канаде. Участников было очень мало. Во втором чемпионате стало несколько больше. Сейчас еще больше, что нас несказанно радует. Второе. Значит, национальные команды, наша национальная команда, участвует замечательно. Мне нравится ее уровень подготовки. И организация нам, еще раз повторюсь, очень-очень нравится. Сегодня в первые половины дня соревновались мужчины, женщины после обеда. Их тренер убежден, сочинские тренировки не пройдут даром. Конечно, специфика есть. Некая работа с женской командой, все очень непросто. Учитывая, что все девочки из разных регионов собраны. Но уровень подготовки достаточно высокий. Была возможность нам потренироваться. Поэтому надеемся показать хороший результат. К российским спортсменам относятся как к самым серьезным соперникам. Ведь в 2015 году на Сурдоолимпийских играх в Ханты-Мансейске женщины стали чемпионками, а мужчины – обладателями бронзовых медалей. Сейчас чемпионат мира проходит под эгидой Международного комитета спорта глухих, который был образован еще в 2024 году, и Сурдоолимпийского комитета России. И сам по себе спорт глухих развивался несколько обособленно от Олимпийских и Паралимпийских игр. Имена победителей же сочинского турнира станут известны 12 марта. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи стартовал фестиваль ГТО. На нескольких стадионах курорта сотни людей разного возраста сдавали нормативы более чем в 10 спортивных дисциплинах. В прошлом году фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проходил в тестовом режиме. Теперь он расширился. Здоровый образ жизни сейчас в моде. А в Сочи есть все условия для занятий физкультурой и спортом. В 10 утра фестиваль сразу открылся в нескольких районах Сочи. Сдать нормативы решили не только те, кто работает в учреждениях и на предприятиях курорта, но и сотрудники спортивных центров. Я сам любитель спорта, люблю спорт. И не могу остаться в стороне такого мероприятия. Отжимания, прыжки, кросс, стрельба – это лишь короткий перечень дисциплин. Молодец, Готов, давай-давай, красиво! Для одних ГТО – способ поддержать форму. Для других – и форму, и участников фестиваля. Именно ради этого в Сочи прибыли звезды спорта минувших лет. Прибыли в Сочи вообще с программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России». Мы все-таки пропагандируем, что физическая культура и спорт – это в каждую семью. То есть надо заниматься спортом. Мы всю жизнь занимались раньше спортом. И сейчас уже просто хотелось бы почувствовать себя, в какой мы находимся в форме. Ну и заодно подбодрить сегодняшнюю молодежь, которая тоже к этому стремится, к своим примерам. Помогает и пример, и азарт. Многие пришли с группами поддержки, с детьми. В прошлом году НОРБГТО сдавали в тестовом режиме. В процессе участвовали только школьники. В этом году испытать себя могут практически все желающие, предварительно подав заявку. Затем будут определяться место и время сдачи ГТО. Сдавать нормы ГТО могут те, кому от 18 до 79. Предварительно нужно проконсультироваться с врачом. В первую очередь откликнулись муниципальные служащие, служащие учреждений культуры, спорта, образования, муниципальных учреждений. Пришли и сегодня здесь вот мы видим большое количество людей, которые готовы уже себя попробовать в этих нормах. Зимний этап фестиваля продлится до конца марта. Предполагается, что в нем примут участие около 10 тысяч сочинцев. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...